сейчас москве 3 часа утра и вспоминания как я шел в школу в общем-то не время но давайте-ка мы пройдем этим же маршрутом да в котором по сути нифига не изменилась вот та самая улица которой я уже можно сказать 20 не 20 нет нихуя блять пизда боли до 19 лет назад я шел в школу в первый класс вот вот шоу а точно так же все было вот точно так же да вот нормально нормально идем все тащим ты его детская площадка была такой же которая вон там нихера она не поменялась но мне не было безразлично да я конечно как вот тут как все срезал вот вот и пошел в эту сторону и срезал поскольку тут было такое да и а вот так вот срезал до путь себе с мамой и с бабушкой шел и не помню конечно же да вот тут был да вот так вот точно высадки такие вот тут вместо колодца был такой вот штука да из кирпича да такая хрень да как столб такой откуда пар валил тащим туда и как похоже там прорвало горячую воду в тот момент и и было тепло так от этого штамма из канализации этой шел просто адский какой-то жарная и закрывала по пол улицы да и вот я приходил вот сюда вот вот сюда поворачиваю да и вот в этой вот предбанечки здесь части логический университет мы распределяюсь первый класс да там были такие синие лавочки скамеечки такие да то есть три класса 1 до 98 года загоняясь то есть туда предбанечки такой да там было две лавки по бокам и все да в общем-то да и в эту зала путаницу пушите не знали куда идти родители дети все подряд себя в кучу собрались в маленьком помещении в маленьком помещении собрались кучу вот все старались как-то организоваться нихуя то есть кто какому классу принадлежал пока разобрались фиг сколько времени прошло то есть 20 минут по сути за 20 минут должно все быть организованы да но еще 20 минут то есть целый полурока организовать то каком классе будет вот но распределили ладно вот да я попал казалось бы казалось бы хорошую учительницу в общем то я думал что apple хорошую ученица нихуя сначала родничеон ладно там но классно руководительница она всегда фигня какая-то было это у всех но я попал думал хорошо все да но потом что-то произошло то я стал стоять она жестко стал перить прям жесткая то по жути да я из-за нее нам нихуя не научился то есть после 5 класс стал прогуливать сказал пусть она сама там учиться если хочет вот вы мне считать научили о чем мне еще надо в общем то я понимал что это такое будет научили меня считать на их хрен с ним до вот в общем то да ладно и нежели в общем то что там учился да я же и об только одном что тут может быть в общем то об упущенных одноклассников до который там переверись когда школ закрыли то есть это школа где-то в каком-то году превратился институт в недоделанный притом почему я делал на я сейчас покажу я кто снимал в контакт это все вот эти места но не выложил вот что есть было вот так вот у школы был такой вот маленький заборчик вот чёмники такой до полметра и все вот и все и похер на не все было на детей к чё избегут и он был до разбитый тут наполовину а вот почему не доделал это все все я объясняю я потому что не пишу не вру вот то есть да никакого пиздоболь тут нету вот то что при институте строилась да вот это заброшенная стройка по сути заброшка видите на лестнице по центру там про тоски лежат какие-то и тут залит монолит лифта на монолит лифта залит но балки опалубка не снята уже несколько пом 10 лет то есть все построенного там школа а тут монолита то считать достроенной части и они не снят уже много много лет да то есть это никуда не год на и достаются не будет так что я не знаю хорошо это или плохо но одноклассников я потерял я конечно не грущу пуши не тут нюхали клей вот здесь вот в этом месте там бухали нюхали клей и вообще были не очень приятными людьми по сути но нормальными никогда никаких оскорблений от них не услышал как от некоторых людей кстати в жизни своей от одноклассников я не услышал никаких не оскорблений ничего то есть они людьми были нормальными то есть это четкими их не трогают и им тебя похуй и в общем так и было грустно что их потерял надо было несколько сохранить да главное я все еще жалею что я потерял одного друга да то есть конечно в детском саду в котором я был и который ненавидел вот он детский сад вот этот тот номер 26 20 24 то 26 19 7 то ли 58 вот я отсюда сбежал как-то раз жизни до пошел то есть как-то вот тут вот я сидел да вот я вот за верандой да вот это вот тут еще третья веранда была вот вторая первая вторая и третья тут было 3 тут нет теперь я сидел на ней и что-то состоится потякал до какой-то хрени до в 6 лет представляете и я решил сбежать взял просто пошел то есть там вот обогнул детский сад и пошел через ворота от в рот открытый всем похуй был ваще никто ничего не делал никому дети не были нужны пуши совок и посолок от такое да то есть дети нахуй они просто пятком под зад чтобы не мешались дошел до дома почти до добежал воспитательца пошла за мной да потом только она вообще не хотел за мной типу что я думал что я живу недалеко я жил далеко относительно да и она не пошла за мной сначала она потом пошла я едва добежал то есть убегал к нью то есть я бежал по снегу она в вальниках нихуя не шла за мной она обходила как могла места где еду но ничего не могла сделать с этим вот детский сад и поэтому ненавидел я так рад был наконец-то школа наконец-то школа до поспел школу и пиздец там а там уроки домаш какая-то хуйня и батаре как это хуху и тория блять этого мне озон смотреть с вожилинка вот и мне плохо стало от этого сразу я расстроюсь в общем но друзья нашел до нашел друга так вот одного лучшего друга школьного до нашел видал там о да он другом будет да надо как-то привлечь внимание типа рассаживайтесь на первом же уроке учительница по русскому языку вела вроде его первый урок да не классный руководитель на что странно но в 90 вообще всем было похуй до 10 сидел с 7 98 с тем похуй был поднял до его сказали вы сказал да и типа давай поспорим я тебя не подниму вот типа да поспорить взял его поднял нормально 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 в общем да и и с ним потом много лет это дружба нажал достаточно да ну как много тащим тогда где-то старших классов до до 7 8 8 что-то все расстроились по банальной причине из-за денег вот он кстати перевод перешел из школы в другую да когда ты школ закрыли он перешел в эту вот в эту школу вот это панельную хуйню я остался не остался вернее поступил перешел в другую школу которая была типом национальный класса а мамка его уёбов типа на его многонациональный класс да пиздец охуеть да но солисткой было и все вот так вот разминулись мы в лучших чувствах но вы ладно наверняка мы мы все равно оказались разными до жути вот но как-то грустненько что с какой-то манки управляет да то есть она в одну школа я в другую и потом никаких интересов не осталось на самом деле вообще-то все теряют друзей вот так вот таким вот образом но мне как-то до сих пор грустно если честно вот я поэтому видео это снимаю вот как-то грустненько вот из-за этого только из-за этого а все остальные докластики пусть это самое пусть члену негра сосута и не высовываются нахуй него нужны но это просто конечно да пусть только игрушка с ним на игра на просто давайте на playstation и еще на первом на втором 3 еще тогда не вышел и тут такое это очень грустненько а вот господа господа дачу еще по школе ты чай грущу да не то что я хотел вернуться там к эта хрень была стандартная да то есть стандартное общество никогда бы не хотел туда вернуться ни за что повторить то есть даже сейчас принести сознание туда в тот год да я понимаю что я поступил точно так же как поступил тогда ничего бы не изменилось все я сделал правильно и в любой ситуации я поступил как надо вот возможно я возможно я мог о чем-то там же речь на и такое да но только одна грустный момент один грустный момент такой и на том в общем то да все что я потерял достаточно хорошего чувака который был бы мне возможно до сих пор неплохим знакомым ну да ладно я просто не умею не умею знакомиться в реальность в текущей познакомиться ли меня с кем-то там разговориться это несложно но попасть в этой ситуации в ситуации в которой я смог бы это сделать для меня очень сложно вот 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 так вот такая грусть такая да да и к тому же если бы я думаю мою школу не закрыли по вот этому реки туз перезабжись преобразование институт мы все равно разминулись в ску разный по не социальным классом а по темпераменту да то есть да он у меня стал на их а вы его цвет классе восьмом в девятом тип ты вот долбоеб да так это хуёвый какой-то хотя был чуть такое но мне похуй был в тащим да я терпел как озон прям какое-то время примут терпел как озон но не шибко сильно да то есть можно был кит границы не превышать какие-то границы превышают да типа в ее быстро на то я уже не терплю для меня такое закрыто вот типа там да ну нормально там что-то такое да как объяснить через это помню ну проблемы небольшие до слова да это хуйня а вот когда до физического счет дошло до или почти до физического типа да или подставил как-то меня и я товарищи то есть первую подставу как он меня перед другом подставил я его нахуй послал вот эта история как это было это надо рассказать все таки а то я забуду опять не расскажу нихуя блять вот то есть такой был момент был такой момент не сильно это серьезный да мы пранкере том пранки делали когда это еще не за вас пранками вот и чувак то есть позвонил другу одному из наших друзей из компании и сказал вот ты это самое да и молчал в трубку да а он знал что у меня телефон не было да то есть с этой с кнопкой might телефон кнопкой might был только у этого человека да но я ему пошутил типа вот ты это самый я тоже могу микрофон вытащить из трубки и все и мне человек сказал что вот ты микрофон вытащил до этому да вот пришли там гости собрались в компании да и мне сказал вот это я видела то он звонил вот эту да у человек вот ими сказал да и сказал что он трубку то есть звонил да много раз и трубку и что-то он это не я это он и все то что-то херняка началась до угроза да от этого то есть дал не разобрался нихуя и вот после этого дает прекратил да немножко я огреб до совсем чуть-чуть это вообще не повлияло ни на жизни на что да вообще похер до школьники они шить железобетонные им хоть хоть и утюгом башку бей им ничего не будет как и мне да я совсем чуть-чуть то было греб пола пара пощечин да я подумал пошли вы нахуй вот культурных конечно это не сказала я скультурный человек я не скажу могу что нахуй пошли не я так не могу сказать вот я и это самое да как сказать просто прикатило общение просто на пустом месте на взял 5000 рублей 5000 5000 чизбургер картошку 5 ты взял и и занял просто до занятой тысячи съебался и все сделал правильно вот как надо озон 671 games я тебе советую бери уже линька 5000 сейчас от 25 бери лучше 25 вот тогда это 5 это как был к счастью 25 бери 25 тысяч рублей 15 сколько дадут уже линька бери занимай бери хапой и в карман положил я уже link на то есть не от озон бери у него 5000 блять 25 тысяч в карман кладешь по ней съебываешься и больше никогда не открываешь вот какое решение с мазухой вот такие с неадекватными друзьями друзей вот так вот и сделал я доволен я как стон просто счастливший так сделал и те тогда сделать вот явно вести озон так и сделать честно уже только из-за зона смотрите вот это видео придете когда я скажу озон или еще что но что пока 18 минут много никто не будет смотреть пуша ебанутого толпо еба никто и так не будет смотреть